Привет, друзья! Вчера утром возле своего дома был ликвидирован очередной российский военный преступник, вернувшийся с Украины. Эта новость не вызвала бы никакого удивления, если бы на месте ликвидированного был бы какой-то рядовой чумазый орг из российской глубинки. Но Закобзонин был как раз-таки более значимый персонаж. Им оказался 44-летний полковник Клинков, который занимал должность заместителя командира воинской части 43-292. Это центр подготовки сил спецопераций российской армии. Полковника ликвидировал неизвестные, засадив в него три маслины калибра 9 мм. Когда спецназовец находился в своем автомобиле в подмосковной деревне Меленке, к нему подъехал Митсубиши Аутлендер, у которого опустилось боковое стекло и оттуда прозвучало 9 выстрелов, три из которых попали в цель. Автомобиль Закобзониного спецназовца проехал еще небольшое расстояние, пока не уперся в забор. Киллер, естественно, скрылся, а его автомобиль находится в розыске. Российские пропагандисты тут же обвинили в содеянном украинские спецслужбы. И ведь причин у них ликвидировать данного персонажа было немало. Но по другой версии, это не их рук дело. Дело в том, что между Клинковым и несколькими высокопоставленными офицерами были противоречия из-за денег. Возникли они, когда Клинков находился с заданием на территории Украины. И речь идет о сумме в несколько десятков миллионов рублей. В собственности Клинкова находилось несколько автомобилей, среди которых Mercedes-Benz E300, Hammer H3, внедорожник Ford и Hyundai Palisade. Ни для кого не секрет, что для россиян война против Украины – это способ нажиться и выйти из нищеты. Если простые солдаты не брезгуют унитазами и стиральными машинками, то старшие офицеры незаконно обогащаются, создавая различные схемы с гуманитаркой, с выплатами боевых, продажей металла и стройматериалов и так далее. Мы воруем за отчизну, а отчизны, как известно, нет границ. В то время, как рядовых россиян отправляют в мясные штурмы, их комбриги живут вот в таких вот блиндажах. Это была рабочая зона. Продолжение следует... Делаем с половиной. Должен быть шкаф еще и телевизор, ночники, все в лучших традициях. Туалет... Горячая и холодная вода... Все есть... Пошибое... Зона отдыха... Каралуки, телевизор... Сауна... Со стеклянной дверью... Двойная подсветка... Двуховник, он... Нормально, Джессор? Да! И купель... Как-то вот так вот... А это русская патриотка в истерике от колоссальных потерь в их армии. Дрочат на эти карты, на это продвижение. Это просто невероятно. На потери не смотрят. Фронт стоит. Плюс-минус стоит. Так у нас же нет данных по потерям. Ну и данных, конечно, нет. Но мы-то общаемся с людьми. Какое количество пропавших без вести. Какое количество погибших, ну, среди наших даже друзей. Потери огромные. Очень много людей погибло, которые воюют с незапамятных времен. Только в последнее время. Стоимость контракта достигла вот таких вот невероятных денег. В том числе из-за того, что творится в армии. Вот подставь себя на место нормального человека. Захочет он идти в армию, где господствуют кузики. Чтобы тебя обнулили, кем бы то ни был. Будь ты там хоть гением беспилотия, хоть кем угодно. Тебя отправят в мясной штурм. Причем сознательно. И ничего тебе за это не будет. А твои бабы, шмахлёки, занимаются воровством гуманитарки в промышленных масштабах. Всем плевать. И ничего никто не делает. Кто пойдёт в такую армию даже за 3 миллиона? Весь российский патриотизм держится лишь на деньгах. И речь идёт не только об официальных выплатах, но и о незаконных схемах обогащения, на которые в большинстве случаев власть закрывает глаза. Как результат, во время делёжки награбленного возникают конфликты. В итоге, те самые высокопоставленные российские офицеры ликвидируют друг друга. И не только на фронте, но и глубоко в тылу. Для нас это, конечно же, плюс. Ведь чем больше они забаранят друг друга, тем меньше работы останется для нас. Подписывайтесь на канал. Впереди будет ещё много интересного. Ростов-на-Дону. Военная техника везёт подбитую военную технику. Ну а сверху примотали трофей в виде холодильника. Не с пустыми руками же уезжать с поля боя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова